сейчас будет серьезный разговор это касается вся это реакция на фильм фильм вот этот вот сейчас я вам покажу тут осталось немного времени я думаю это моя роль это моя жизнь сейчас я и здесь есть видите ольга кондратьева я не стал ей тут отвечать в вопросе как я тут отвечу нормально подходит еще раз кто захочет по-настоящему увидеть вот этого чуда потому что здесь город завален десятками тысяч сальцев все до единого умрут а на это всем наплевать кроме меня и вот этого товарища где-то у меня родной последний звони к модусь без возрасте не знает и о тебе это что за порядок такие видели да вот тот уровень сандвич волшебник и осадится не замерзает его за годом он сейчас я на нас еще семинаре покажу уже как итог вот сейчас после этого уже все покупают увезет и посадит опять великолепная готовая санс лучше слива лучшей груши россии годом раньше он сидит на этом на рынке у нее саженцы за день за полдня два продал перед ним сливы это очень сливы лежат да какие сливы да какие эти самые ну ладно мы привыкли считать что наш санс лучше импорт кожи импортные что наши фрукты не такие вкусные как там с италии или канады нет оказывается лучше лучше вот это страшно что и люди которые обходили вот два санса купили они у них это осень была у них весеннее обострение и вот сейчас берут 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 и все дадим наверно смерть и меня после этого вот она это Ольга Кондратьева я перенес сюда внимание вот это меня это задело не знаю как бы Володя задело меня задело но не знаю сады России ну тут я сохранил афографию агрофирма поиск русский огорок питомник голубевых давайте разбираться а смотрите нормально все кто значит умирает у всех в саду все растет это у кого вы видели что растет а может быть застал на казачок разговор разговоры шоу к слову тянется это она смеется надо мной или над или над волой разговоры все будет скоро любовь останется вот вот поиздевалась да а я то не могу не ответить вы понимаете это же война это настоящая война пусть без крови пусть без мордобоя и все равно друзья это война хотите убедиться итак смотрите питомник голубевых я знаком с голубевым это умнейший грамотнейший работящий мужик со своими сортами со своей технологией вот но знаете почему я боюсь заглянуть туда я сильно вредный а вдруг я уже фотографии с интернета а вдруг вот страшно даже заглянуть я хочу стать чтобы он моей памяти остался таким каким я уже знакомы с ними давно знакомы вот таким пока он еще не был питомник а вот умнейшим грамотнейшим ученым вот как он у меня в глазах вот прислал мне фотографии вот эти самые новые сарта делаю с помощью марлевых мешочков закрывая от пчел эти самые цветы я это называю презервативчики так что полушудя вот и я боюсь заглянуть ничего про него говорить не буду все проехали итак остается сады россии ага фирма поиск русский огород сады россии у меня особое отношение так особое я дружил с его царством и небесным руководителем вот со степановым так вот я никогда их не цеплял не трогал и вдруг смотрите это вот только я думаю ну как не быть то я не хочу про них ничего плохого говорить я знаю что у них у людей массовой гибели он показывал но я не говорю что это сады россии смотрим сюда и надо же сегодня приходит письмо сегодня вот выписал из селябинска сады россии абрикосы трех северный сибирь бакалова сажал вроде бы пожарил смотрите внимательно вот кто тут крайне железо или питомник сажала без привычных ям на буграх без удобрений прижились отлично все хорошо внимание истину искать прошлом году посадки был небольшой урожай на двух восторг почему-то засох почему-то внимание вот так как видите мои бугры не помогли а в этом году на оставшихся абрикосах все плодовые почки то ли завозы то ли другая причина раз верхушки веточек сантиметров 10-15 вообще голые что это где-то прочитал что это манилёс это такой манилёс это знаете так вот манилёс запомните это садоводство будущего она будет звучать так гриб маниле ни одно дерево ни одну почку вы тут про верхушки про почки не уничтожила из миллиардов деревьев ни одной почки ни одно клетки вот которая под микроскоп никогда вообще давайте искать как это могло случиться я говорю тем которые с вами уже поздно разбираться мы не знаем ничего про расстраиваться а что мы разбирали несколько раз ну-ка как на этом было называться подвои полукарликовая и никто ни разу не написал что это степные или скорее всего эти самые песчаные вишни разве можно ждать вот в этом возрасте то они как раз то и начнут вот в этом возрасте они начинают умирать абрикос привиты на полу кустарник вот если уже вы рискнули рискнули хотите купить сюда пожалуйста пока вам не скажут что это что это во первых матерский абрикос а потом так же как женщина мы проходили женщина выписали как мы на матерских абрикосах выросли дали уже там по 20-30 плодов как у вас а потом бах падает а из подвоя вылазит вишня и вероятность что это так у вас и что уже никакие этих самых бугорках не поможет и что безумно поможет если вы купили абрикос привиты на вишню разбирайтесь вы разбирайтесь тем кто меня слышит жалко что мало слышит не покупайтесь на то пока вы не увидите пока вам не покажут вот как эти самые моя физиономия моих племянниц моих внуков пусть покажут саженцы вот эти самые не саженцы взрослые деревья привитая на абрикос привитая на вишню и с настоящим урожаем и действительно крупные вот эти вот как вот триумф какая-то настоящее вот это почему этого нет а вот это вот понимаете и получается что вот ольга кондратьеву стоит хотя бы немножко понимаете в этом году кстати а вы же от нас не скрываете сука если посмотреть где вы откуда вы ольга кондратьева пока ничего нет жалко 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 ну ладно нету нету итак мы разбирались садами россии и главный грех это прививки на вишню если вы нарвались прививками на абрикос а на вишню они все оставшиеся умрут вот этот момент вот дальше теперь смотрим осталось разобрать еще раз голуби его не трогай мой друг агрофирма поиск агрофирма и русский огород внимание я начали долго буду разбираться но долго на все получилось смотрите первый поиск я только не набрал только я набрал да посмотрели ничего не видите это все из интернета ладно смотрим сюда а это русский огород а это что там он был внимание еще раз возвращаемся вы видите абрикос краснобокий так есть только выражение а ну-ка он или не он может быть не обмеришься сейчас мне надо какой-то примета вот один сверху абрикосик поперек и так это у нас еще раз русский огород ребята я не шучу это очень серьезное дело причем еще занимаюсь с вами а уже академиком стал так вот смотрите вот это дома утверждает что если мы купим кроме фотографий ничего нет нету сада нету таких как у меня у меня есть тысячи этих заметьте тысячи даже не десятки не сотки фильмов статей если академик так у меня академик они вот это это скорее всего это больше похоже на амур вот ну как это случилось то объясните мне смотрим сюда найти изображение в яндексе а теперь то у кого украл изображение внимание вы представляете что творится нет вот а теперь возвращаемся к нашим пара кольки контрактюры и так есть а графирован поиск она присвоила фотографии с интернет что она продает русский огород что он продает они не поленились даже не могли найти там 10-20 фотографий своих уже точно нет и откуда сады возьмутся эти все они закупили за рубежом вот это же я показывал же вот это вот где она ладно возвращаться не буду с киргизии привезли послушали его разговор он же вы рядом с ними уже все знает это самое володя тотор с киргизии привезли и что всех умрут откуда привезла фирма поиск а как узнать огород как узнать питомник фирма поиск как узнать откуда дровишки то ночью ольга чем-то да это самое еще издевайся над нами разговаривать и тут скоро либо останется нормально все у всех садов все расти что растет сейчас десятки тысяч наши ребята все до кучи на 5 фамилии назвал несколько тысяч продадут хоть как-то теплица а десятки сотни тысяч в которых по юго-россии этот самая разносительно в деревнях продают и по 1000 рублей продают все интересы деревнях продают приятность машину дороже чем даже в этих ламаками минусинские и сынногорский ну вот меня повело вот как тут улыбаться ольга когда тебя ты чувствуешь своим этим где ты видела то у тебя сад есть еще два сорта заговорить вот пожалуйста сады россии выписал и ведь надо же думал как же мне быть то я боюсь про сады россии говорить и подвожу же их с этим покойным этим самым степаном дружил а это то я имею право скрывать ребята спросите на что привито пожалуйста покажите сад конкретно у меня же этих фотографий как собак не резаны мне же любой вопрос и любой вопросу мне что трудно вот это вот все то елка нажалку и куда-то наделась нажал куда-то наделась показывайте еще раз я уже сколько показывал свою фотогалерею и уже боюсь не сглазить бы почему столько ну серьезно и все эти фирмы а кстати почему я степан уважаю он единственный кто меня выписал тогда а приезжал инженер его тогда он немного выписал сотню этих лучших сортов 100 черенков а через год он мне прислал 90 тысяч крупнейший заказ я за 96 продал ему две тысячи черенков основа таких вот другое дело по моему они безобразно с ними обращались и их агрономы они совершенно не готовы были работать с моими сортами потому что сейчас от этого добра моего вот от этого прошли годы две тысячи черенков я еще туда привез в гости из меня вызвал я ему еще привез 200 счастливших черенков богатство неимоверное неимоверно вот это вот и тем не менее оказалось что фирма видимо плохо 7 распорядилась и почему они до сих пор на это каталог прошлом году изучали полу карликов подвозь ну напишите на вишни тогда не купят а если не пьешься на вишни нас вы обманываете ладно поехали дальше вот такой хорошо володя тотаров привет еще раз вот я его фотографирую он говорит константинович это они уже мелкие маленькие остались то вот такие вот самые красавцы уже проданы а мне забита за этих маленьких вот такой сад можно вывести вот его последние вот эти вот абрикосы вот этих сунетки у тебя доли двухлетки это однолетки ничего себе маленький и он сейчас на моих глазах он уже собирался уезжать потому что же время 12 эти не дают торговать соседи воды боженьки ты мой как обильно вот это равнодушие угробило наших наших местных садового красавцы и не показываю константинович мелкие сильнейшая вещь на свете сильнейшая сейчас увеличу ахните хотите ахнуть лесная красавица гигант подмосковья это два уникальнейших сорта которые нет и не где-то те самые я уверен темиряжки и они там в институте имени лицаренко вы едете в командировку на учебу в институте имени лицаренко порноух правильно едете я хочу знать вы не гигант подмосковье есть у них леса и красавица есть это два сорта которые не имеют равных и только в сибири а на всей планете им нет равных на всей планете бывают еще хорошие получше этого нет ничего и вот тотор вот этим вот торгует причем без обмана вы понимаете без обмана еще что у него есть это правда есть на самом деле ну а я почему возмутился я думал вот улыбаться буду улыбаться будет улыбаться буду а он выгодать его ничего посмеялась над нами сама кубе привития на эти нависки и поговорим потом мы тоже умеем рот пальцев рот и классика на тоже ссылаться на манилюс когда покупаете дерьмо это как нормально а потом начинайся с борзовской любви тыси трех процентов никогда это дороже от больше 1 2 не надо весь я могу сгореть уже три стола советчиков хватает ну что надо на какой-то ноте заканчивать давайте слова поэта когда приходишь в лес то удивляешься никто там не копал и не полов и а гордость отдавать ему так кажется что в огороде он природу поборол в лесу и ягодка вкусно и ароматно и все съедобно чисто и полезно лишь потому что человеческое эго тот лес не за ним что и не лезло но стоит чеку свет оставить в лесу где только зверя неприметный свет человеку хочется лесу поправить но следует лесу оставить много бед ребята я не нашел ту фотографию это фотография а я показывал может помните 10 23 семинара назад это привели учителя школьников самый настоящий лес и они вот эти вот деревья то есть и какой-то там сквер а густо-густо зарушились и они там граблями выгребали листву и все складывали мешки и вытаскивали я когда это увидел я сказал себе им детей нечем занять им детям сказали что это листва там наверно зимует всякая гадость что теперь вот эти лесные заметьте не плодовые деревья и культурные а лесные и они листва полезет по деревьям и на все уничтожат давать им спасать лес и там несколько десятков детей школьников во главе с этими взрослыми набивали мешки то что упало с дерева листва упавшие а она принадлежит лесу она принадлежит дереву туда не сметь какие грабли там лисик поднял ты уже предатель да один лисик возьмешь за гербали ладно лес тебя простит все человеку хочется в лесу поправить но след его в лесу оставит много бед когда ты человек уже прозреешь куда не надо нос свой перестанешь рисовать когда разумнее добре ко всему ты станешь тогда достанет play благодать догадайтесь а emitил чичьиичь чем это вдруг все переносколод вот это вот не просмылз о читайте про и ждите я не буду я устал я сам соп passar любит будут просто вот это вот вread когда-то еще вернемся стихам Какой умница, Сергей Вот ты чувствуешь Вот всем поэтам Я восхищаюсь художником Чернобаев В руках все расцветает Художники и поэты Это не божители Мне иногда кажется, что они даже Ногами не ходят по земле След не оставляют Это какие-то особые люди Вот взять вот так и написать Жаль Долго тоже нельзя сети читать Я все испорчу Все злогодневно, да? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Мне кажется, каждый должен про себя прочитать это Я только порчу, когда озвучиваю Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Почему я не поэт Почему я такой противный, занудный Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Вот здесь же я пишу Спасибо, брат, я выбрал абзацы для моих будущих феминаров Для меня поэта – это не божители Вот так И он еще мне после этого написал Не судите поэта строго Он бы тут такой же, как все Только ближе душа его к Богу И живет он здесь, будто во сне Сколько сложно сказки были Повести ароматов и книг Сколько спето и сказано было Но поэт не сгинул, не сник И слово все так же призывно певуче Суть его высока, глубока, широка Слово ныне поэта живуче И струится, как чистая речка строка Будто много измерил, много ответов Будто много прошел, немного прожил Будто через поэта миру кто-то поведал Как любви человека творец сотворил Вот так Я рад, что на этой красивой матушке земли Есть такие самозабвенные Целеустремленные, несгибаемые Глубоко понимающие и любящие природу люди Которые видят и честно исполняют Твое предназначение Невзирая на все трудности Ну все, я дальше уже не буду стихи читать Быстро устали Субтитры сделал DimaTorzok